Дом культуры Московского коксогазового завода, районный центр культуры и досуга, дворец культуры города Видное. Как бы он ни назывался, каждый видновчанин понимает, о чем идет речь. Ведь тысячи горожан в свое время приходили сюда на концерты и спектакли, занимались творчеством. И история ДК – это история Видного. Лариса Гейлис – одна из тех, чья жизнь тесно связана с дворцом культуры. Я здесь работаю с 1976 года. Это я работаю. А я здесь еще росла. Занималась в трех кружках. Поэтому мое детство все прошло в Доме культуры. И после института я вернулась в свой родной ДК. Родным дворец культуры стал для многих творческих людей нашего города Владимир Глейхман – бессменный руководитель Муниципального оркестра народных инструментов на протяжении полувека. Именно он сделал оркестр визитной карточкой нашего города. Сегодня оркестранты репетируют уже без Владимира Давидовича, которого не стало в июне нынешнего года. Коллектив не распался. И это говорит о том, что руководитель в свое время объединил людей. Здесь нет случайных. Здесь каждый предан общей идее. В оркестре дружественная, добрая, семейная практически атмосфера. Помимо того, что мы здесь получаем музыкальные удовольствия, играем на инструментах, у нас еще здесь большая семья. Все праздники, дни рождения, радости, горести мы все отмечаем вместе. Во Дворце культуры сегодня работает три театральных коллектива. Народный театр ТВИД, конечно же, знают и любят многие. На спектаклях всегда аншлаг. На пятки старшим наступает молодежь. Михаил Бондарев во Дворце культуры в прямом смысле вырос и считает, что актерский опыт ему пригодится. ДК для меня как место притяжения творческих людей. Здесь можно легко найти себе новых знакомых, новых друзей, которые с удовольствием посмотрят на твое творчество, на которых ты с удовольствием посмотришь и будешь вдохновляться ими. Тянутся к театральному искусству и юные видновчане под руководством режиссера и педагога Ксении Князевой. Участники младшей группы театра постигают азы актерского мастерства. Мне безумно интересно, потому что я люблю детей. Мне интересно обучать их, интересно отдавать свои знания, дарить себя детям. Многие ребята, попав сюда, всерьез начали задумываться об актерстве как о своем будущем. Сразу меня, как я пришел с первого занятия, меня сразу зацепило. Я понял, что это моя профессиональная будущая работа. Сегодня во Дворце культуры порядка 20 различных студий. Полтысячи человек самого разного возраста приходят сюда за творческим вдохновением. Хореографическая студия «Мозаика» для самых маленьких. Так как я коренная видновчанка, я сама сюда ходила, еще маленькая была. Так что традиция. Это сегодня детская танцевальная студия, а потом, глядишь, и звездный вальс. Это уже уровень серьезный. Тоже занимаются на базе учреждения. И каждый вечер Дворец культуры превращается в Большой Муравейник. Звуки голосов и музыкальных инструментов слышны из разных концов здания. Коллектив сотрудников, среди которых случайных нет, делает все, чтобы видновчане спешили сюда вновь. Мы стараемся идти в ногу со временем. Иногда приходится бежать. Но это наша работа, это даже не так. Это не наша работа, это наше призвание. И это то, ради чего мы ходим сюда, не на работу. Мне иногда кажется, что наш дом здесь. И пока люди, работающие здесь, идут в ногу, Дворец культуры будет притягивать к себе людей, жаждущих творить. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.